так давайте порежем овощи я возьму инструментик побольше всем привет вы на кухне дилетанта мы не могли упустить тот факт что у православных крестьян начался великий пост и конечно же среди наших подписчиков есть те кто этот пост держит поэтому мы как настоящие дилетанты решили что нам просто необходимо приготовить постное блюдо и порадовать вас этой вкуснятиной ведь постные блюда не только полезны но еще и очень вкусны если приложить немножко усилий и фантазии а пока мы не начали обязательно подписывайся на наш канал ставь лайк и черкать какой-нибудь небольшой комментарий ведь тебе не сложно она будет очень приятно а что же у нас сегодня сегодня у нас франция и что ни на есть самая кулинарная часть прованс если быть совсем конкретным то сегодня мы решили приготовить для вас рататую минутка истории первый рецепт рататую встречается в кулинарной книге от 1778 года на этом минутка истории заканчивается и мы переходим к приготовлению в нашем сегодняшнем рецепте используются исключительно овощи сладкий перец томаты мы будем использовать два вида лука это исключительно для красоты кабачок и баклажан также нам потребуется чеснок оливковое масло в качестве приправы нам нужен будет тимьян и первое что нам нужно сделать это нарезать все наши куль не все наши кубики овощами и первое что нам необходимо сделать это нарезать всенаши овощи кубиками примерно сантиметр на сантиметра в В первую очередь мы это сделаем с баклажаном, так как нам необходимо его присолить и дать ему постоять минут 10. Я с баклажаном срежу кожурку, но только лишь потому, что у меня ее никто не ест, никто не любит. Вообще, в принципе, делать это не обязательно. Перекладываем наши баклажаны в глубокую посуду и присаливаем их. Дальше мы тоже самое делаем с крабачком. Перекладываем все на отдельную посуду. Я предпочитаю сначала нарезать все овощи, а потом уже переходить к основному моменту приготовления. Так, перец. Так же, как кабачки и баклажаны, перец тоже нарежем кубиком примерно по одному сантиметру. Так же, как кабачки и баклажаны, перец тоже нарежем кубиком. В нашем рецепте мы используем свежие томаты и нам необходимо зачистить их от кожуры. Для этого мы возьмем глубокую посуду, скипятим чайник, надрежем кожицу на томатах и зальем их горячей водой. Так нам будет легче очистить их от кожицы. Вы, в свою очередь, можете использовать томаты в собственном соку, кому что больше нравится, кому что проще купить. Сейчас они стоят буквально 3-4 минуты, и кожица очистится очень легко. А мы пока продолжим нарезать наши овощи. Мы включаем сковородочку, добавляем в нее оливковое масло. Так, наше маслице разогрелось, и мы начинаем жарить все ингредиенты по очереди. Для этого мы сначала скидываем перец. Все овощи у нас будут обжариваться буквально по одной минуте. Перенесем достушку сюда, она нам сейчас здесь понадобится. Мы готовим чеснок и тимьян. Берем один небольшой зубчик чеснока, раздавим его, раздавим его и измельчим. Также нам понадобится глубокая посуда и сито или зуршлаг. Прошло буквально полторы минуты. Мы добавляем чеснок и щепотку сушеного тимьяна. Сейчас наш сладкий перец пропитается вкусом чеснока и тимьяна. Для этого нам понадобится буквально 20-30 секунд. И мы все скидываем на дуршлаг. Наше масло стекло. Мы его переливаем обратно в сковородку. Наше масло ароматизировалось паприкой, чесноком, тимьяном. И мы следом забрасываем кабачки. И делаем все то же самое. Обжариваем буквально минуту-полторы. Немножко присолю наши кабачки. Поставлю лук поближе, потому что следующим на сковородку пойдет именно он. Так, прошла минутка где-то. Я добавляю чеснок и щепоточку тимьяна сушеного. Перемешиваю и держу еще буквально 30 секунд. Точно так же выкидываю все это в дуршлаг. Сейчас дождусь, когда стечет масло. И перейду к тому, что начну жарить лук. Лук не надо обжаривать до золотистой корочки. Так же буквально минутку-полторы, просто чтобы убрать из него жгучесть и горечь. Добавили чесночок и щепоточку тимьяна. Наш лучок тоже уже готов. Скидываем его в дуршлаг. Перед тем, как мы начнем жарить баклажаны, нам нужно их отжать, убрав лишнюю влагу. Для этого мы берем баклажаны и просто отжимаем их руками. Наши баклажаны готовы. Ставим нашу сковородочку, переливаем наше супер ароматизированное масло. В отличие от предыдущих овощей, баклажаны у нас будут жариться немного дольше. Где-то, наверное, 2-3 минутки. Так, баклажанчики наши обжарились, и мы их отправляем в дуршлаг к остальным овощам. Плету мы пока выключаем. Овощички наши пускай обменяются своими ароматами. А в это время мы пока нарежем помидоры. Итак, наши овощички обжаренные обменялись ароматами. Выливаем наше ароматизированное масло в сковородку. Добавляем все наши обжаренные овощи. И добавляем сюда наши порезанные томаты. Прошло 5 минут, и мы можем снимать наше блюдо и сервировать на тарелке. Итак, наше первое постное блюдо на канале готово. И все ингредиенты, используемые в нем, доступны в ближайшем продуктовом магазине. И стоят очень недорого. Ну а раз сегодня мы были во Франции, Бон аппетит! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все чмоки в этом чате. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok